Задача этого мероприятия, ориентированного на бизнес-аудиторию, в которой отчаянно нуждается Microsoft, сделать так, чтобы они переключились на новую операционную систему. Большинство потребителей используют старые системы Windows, Windows 7 или даже Windows XP, но не Windows 8. Эта система вызвала немало насмешек после своего выхода. Людям не нравится активная плитка, новое меню Charms, вообще недружественный интерфейс. Теперь в Windows 10 вы увидите новый интерфейс, комбинирующий простоту и понятность Windows 7 и навороченность, если хотите, Windows 8. Вы видите активную плитку рядом с традиционным меню Start. В нем присутствует и сама кнопка Start, которую люди знают и любят. Windows использует огромное число разных людей, около полутора миллиардов человек, на самых разных устройствах, и это, конечно, огромный вызов для корпорации. И в Windows 10 они попытались удовлетворить чаяние всех людей. Например, пользовательский интерфейс динамично подстраивается под то устройство, на котором используется система, компьютер или планшет. На презентации показали, как при отключении от устройства клавиатуры и мыши, при переходе в режим тачскрина, интерфейс быстро меняется. Ничего пока не сообщается о цене или каких-либо бизнес-моделях. Есть предположение, что Microsoft будет предлагать Windows 10 как новый сервис, а не в виде традиционного коробочного продукта. В любом случае придется подождать еще какое-то время. Подготовка программы идет полным ходом. Предполагается, что она будет готова к распространению где-то в районе весны следующего года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...